МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. День сельхозработника сегодня отметили в Кустанайской области. Глава региона наградил 60 человек грамотами и памятными знаками. Татьяна Калюшина с подробностями. Детально проверить, сколько на самом деле получают преподаватели вузов. Министр образования провел совещание, где ему рассказали о повышении зарплат в высших учебных заведениях страны. 250 костанайских женщин в этом году прошли процедуру ЭКО. О планировании семьи, проблеме абортов и преждевременных родов рассказали сегодня представители облздрава региона. Заслуженные награды механизаторам, агрономам, ветеринарам и животноводам. Сегодня в Кустанай прошло празднование дня работника сельского хозяйства. Аким области вручил грамоты и нагрудные знаки тем, кто в этом году, несмотря на сложности, смог вырастить хлеб и скот. В общем, на сцену, а праздник впервые за эти почти два года проходил вживую. Поднялось больше 60 человек. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Этот концерт во Дворце молодежи Кустаная посвящен присутствующим здесь работникам сельского хозяйства, которые отмечают свой профессиональный праздник. В этом году им в очередной раз пришлось противостоять неблагоприятным погодным факторам. Лето выдалось засушливым с недостаточным количеством осадков. По итогам уборочных работ с площади 4 миллиона гектаров намолочено примерно 3 миллиона тонн зерна. Урожайность в среднем по области составила 7,2 центнера с гектаром. Особенностью текущего года явилось высокое качество зерна. Содержание клейковины значительно превысило показатели прежних лет, особенно в северных районах. На линейные хлебоприемные предприятия поступило 767 тысяч тонн зерна, в том числе 598 тысяч тонн пшеницы. Из поступившей пшеницы 95% отнесено к третьему классу. Из них 70% с содержанием клейковины 28% и выше. Глава хозяйства в Наурзумском районе Мадей Теляпов рассказывает, что такого сложного года, как этот, он за свою 20-летнюю деятельность в полях не видел никогда. 40-градусная жара и отсутствие осадков привели к тому, что урожай они собрали весьма низкий. 2 центнера с гектара. Но обычно у нас южный регион, само по себе зона рискованного земледелия. Для нас если 10 центнеров с гектара, это дискотека. Мы пляшем, танцуем, но и этого не было. В этом году мы и, честно говоря, не выбирали, косили все подряд. Было и 0,7 косили, и центнера косили, и 7-20 тысяч гектаров. Чиновники от сельского хозяйства подчеркивают, что в такие неблагоприятные по погодным условиям года, как текущий, проявился профессионализм настоящих аграриев. Они сделали все возможное, чтобы без потерь провести уборочную кампанию, подготовиться к зимовке и проведению полевых работ будущего года. Еще раз всех поздравляю с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и, конечно, исполнения всех ваших заветных желаний. На сцену приглашается Мисбах Юрий Арнольдович, глава крестьянского хозяйства Мисбах Аулийкольского района. Ко дню работников сельского хозяйства, сельхоз, товары, производители региона получили грамоты Акима области, Министерство сельского хозяйства и нагрудные знаки, к примеру, отличник сельского хозяйства и ветеран труда. Всего было награждено 62 человека. Это главы хозяйства, агроному, механизаторы, животноводы и ветеринары. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Очаги заражения птичьим гриппом выявлены в Североказахстанской и Акмолинской области. В связи с этим в северных регионах проводится вакцинация птицы. Причем, как отмечают чиновники из Минсельхоза, в этом году она увеличена в пять раз. Напомним, что в 2020-м в Костанайской области от птичьего гриппа погибло около 400 тысяч птиц, в том числе и на Аркалыкской птицефабрике. Мои коллеги продолжат тему. В Казахстане продолжает регистрироваться птичий грипп. Очаги заражения выявлены в Североказахстанской и Акмолинской областях. Напомним, что в прошлом году северные регионы страны уже понесли серьезные потери из-за этого заболевания. Только в Костанайской области из-за птичьего гриппа погибло около 400 тысяч птиц, а в восьми селах был объявлен карантин. В связи с этим в 2021 году вакцинация против птичьего гриппа в стране была увеличена в пять раз. Но эпизодические очаги, как отмечают чиновники, выявляются вновь. На сегодняшний день птичий грипп и сапатогенный грипп птиц зарегистрирован в семи населенных пунктах, семи районов, четырех областей. В тех районах вакцинация была проведена, но был закуп и был приплод. Мы планируем в год вакцинацию в год два раза. Весенний, осенний. Весной завакцинировали, соответственно, некоторые владельцы закупают птицу. В основном их дворы граничат с малыми озерами, куда имеют доступ дикие синотропные птицы. Дикие птицы являются переносчиками этого вируса. В регионах есть еще одна проблема, которую не скрывают чиновники. В областях не могут провести учет животных, потому что вновь срываются сроки поставки ушных бирок для животных. Закуп навесных ушных бирок на текущий год был объявлен три раза. Затягиванные процедуры закупа навесных ушных бирок связаны с жалобами от потенциальных поставщиков в адрес Департамента внутреннего государственного аудита, Комитета внутреннего государственного аудита. А также проведение судебных процессов между ДВГ и потенциальными поставщиками навесных ушных бирок. На сегодняшний день договор закуп ушных бирок для мелкого рогатого скота подписан. Закуп ушных бирок для крупного рогатого скота продолжается. На брифинге журналисты также поинтересовались, планируется ли обязательная вакцинация собак и кошек от COVID-19 в Казахстане. Ведь недавно в стране презентовали такой препарат. В Комитете видконтроля и надзора подчеркнули, что этот вопрос пока и не поднимается министерствами, поскольку от Международного эпизоотического бюро таких рекомендаций не поступало. Успанка Кимжанов, Наталья Луговская, Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Министру образования отчитались, сколько сейчас получают преподаватели казахстанских вузов. Напомним, что по поручению главы государства сотрудникам высших учебных заведений с сентября повысили оклад. К примеру, минимальная зарплата обычного преподавателя составляет 206 тысяч тенге, а профессора – 376 тысяч. Глава Минобразования поручил ответственным департаментам детально это проверить, поскольку в соцсетях появляются сообщения, что зарплату на самом деле подняли не всем. С сентября у преподавателей казахстанских вузов увеличилась заработная плата. Такое поручение давал в своем послании народу президент Касымжумар Токаев. И соответствующий приказ позже подписал министр образования и науки Асхат Аймагомбетов. Как было исполнено это поручение, главе Минобра во вторник доложил директор департамента высшего и послевузовского образования. Совещание прошло в формате видеоконференции. Адлет Тойбаев рассказал, какую сегодня зарплату получают преподаватели подведомственных министерств вузов, а это 29 высших учебных заведений. В целом картина следующая. По всем высшим учебным заведениям, включая и национальные и государственные вузы, по преподавателям у нас в среднем 206 тысяч, 296 тенге, минимальная заработная плата по старшему преподавателю 241 тысяча, по ассоциированному профессору 282 тысячи, по профессору, по должности профессору 376 тысяч, на уровне национальных вузов не менее 415 тысяч. В данном случае лидером является Казуна Имфараби, у которых практически 500 тысяч составил заработная плата за сентябрь по должности профессора. Судя по отчету, преподаватели казахстанских вузов действительно стали получать повышенную зарплату. Но Аймагомбетов сообщил, что в социальных сетях появляется информация, что на деле это, возможно, не так. «Вчера, например, возник вопрос по Косанайскому региональному университету. Конечно, мне показали отчёт. Но в отчёте, чтобы не возникали такие проблемы, не нужно рассматривать конкретные отчёты ректоров. Посмотрите на заработную плату, которую получают преподаватели и профессоры. Затем только вы сделаете необходимый анализ и внесёте его мне. Если надо будет, у нас есть департамент внутреннего аудита. Этот департамент будет вести нужные работы». Департаменту внутреннего аудита и департаменту высшего и послевузовского образования глава ведомства поручил ещё раз проверить не формально, а конкретно, сколько получает каждый преподаватель в каждом подведомственном вузе. Завершая совещание, Асхат Эймагомбетов, обращаясь по видеосвязи к руководителям учебных заведений, отметил, цитирую, «Не нужно думать, что в министерстве ничего не видят, не знают и не понимают». Конец цитаты. Елена Щегельская, РТН. Заключить сделку с правосудием удалось Кустанайцу, обвиняемому в совершении преступления. За причинение тяжкого вреда здоровью человека ему назначено ограничение свободы. На это согласился и сам потерпевший. Подробнее о преступлении и наказании расскажут мои коллеги. Напомним, преступление, в совершении которого обвиняется ранее несудимый 44-летний предприниматель из Кустаная Сапабеков, уроженец Южно-Казахстанской области, было совершено принадлежащим ему кафе, расположенном в северной части города, на проспекте Кобланды-Батыра, 2 января. Потерпевшим по делу проходит земляк и даже родственник подсудимого Самадбек Шеренбетов, который работал в заведении. Между мужчинами произошел конфликт. Сапабеков избил Шеренбетова. У меня есть 8 ударов правой через голову по бокам, активно правой, и 2 удара левой ногой в область других. Один удар левой ногой по лицу Шеренбетов, Терпсан, причиняясь с физическим уходом на ранее страдания. Шеренбетов имелись через портрения, где острые закрыты черепы мозговой раной, в виде ушива головного мозга и тяжелосердия со сборением. В данном многосточке прелом теменной и источной кости справа, ушив мягких камен правой и источной теменной области, который причинит тяжкие вызовы. Шеренбетов после случившегося потерял трудоспособность. Сейчас нуждается в дальнейшем лечении, однако помощи в этом он от бывшего работодателя не получил. Вину Сапобеков признал только в суде и подал ходатайство заключений с прокуратурой процессуального соглашения в виде сделки о признании вины. Гособвинение сочло эту сделку возможной. Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Установить в отношении Сапобекова на вес срок наказания пробационных контроля с возложением обязанностей. Не менять постоянное место жительства без письменного уведомления о службе пробации. Не посещать развлекательные увесительные заведения. В период времени с 22 до 6 часов свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжая к другие местности. Также ему назначено по 100 часов принудительных работ в течение 3 лет. Отмечается, что сделка стала возможной, так как перед этим он возместил потерпевшему ущерб, в связи с чем тот отозвал свое прошение об избрании меры пресечения для Сапобекова в виде содержания подстражей и принятия мер по обеспечению иска. Если подсудимый будет уклоняться от отбытия наказания, ограничения свободы ему могут заменить на реальный срок. Наталья Луговская, РТН Расследованием убийства занимаются полицейские Кустанинской области. Преступление было совершено в Рудном. Как сообщили сотрудники областного полицейского департамента, утром 21 октября около 7 часов на улице Сан-Регайло-Рудном было обнаружено тело человека с признаками насильственной смерти. Рудинские средства массовой информации сообщают, что убитым является технический руководитель шахты Соколовская АО ССГПО. Ему было нанесено множество ножевых ранений во дворе дома, в котором он проживал. Полицейские возбудили уголовное дело. По факту обнаружения трупа 57-летнего местного жителя, в настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установление подозреваемого, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции Кустанинской области. 13 человек, подозреваемых в совершении краж, задержаны полицейскими Кустанинской области в течение четырех дней. В регионе проведена операция квартиры, направленная на предотвращение хищения из жилищ. На период проведения ОПМ было совершено 4 кражи из квартиры, которые были задержаны по горячим следам. Было раскрыто, совершено преступление 9 краж из квартиры. Одно из преступлений, как рассказали сотрудники криминальной полиции, было совершено еще в июле этого года в Рудном. Тогда из квартиры пенсионера была похищена крупная сумма. Полицейским было установлено, что 80-летний мужчина вышел во двор, к нему подошел неизвестный мужчина и стал предлагать посуду. После потерпевший провел мужчину в дом, где тот начал требовать за посуду 150 тысяч тенге. На что пенсионер ответил, что таких денег нет. После подозреваемого начал обыскивать квартиру и похитил 800 тысяч тенге. Как выяснилось, ранее подозреваемый совершил еще одно преступление по такой же схеме. Тогда его добычей стали 160 тысяч тенге. Во Великольском районе полицейские раскрыли кражу сразу нескольких мобильников. 53-летняя жительница села Манкарагай, находясь в гостях, похитила сотовый телефон. Аналогичный случай был в поселке Октябрьский. 34-летний сельчанин, находясь в гостях, похитил телефон. Другой случай был зарегистрирован в районе центра. Житель города Актобе украл телефон Нокио у жительницы села. В райцентре Денисовка полицейским и была задержана 26-летняя девушка, которая украла возле сельчан вещи и банковские карты на сумму более 30 тысяч тенге. Пока хозяйки не было дома, подозреваемая сорвала замок и проникла в дом. Похищенная стражей порядка изъята и возвращена их к владельцу. Более 160 штрафов на общую сумму в 2,5 миллиона тенге были выписаны полицией и водителем за 4 дня проведения операции страховой полис. На специализированной штрафстоянке водоверено более 60 автомобилей. Изъято 30 государственных номерных знаков. В ходе проведения мероприятия 163 водители заключили договор о обязательном страховании полиса гражданской правовой ответственности. При этом сотрудниками отдела административной практики, совместность с экипажами патрульной полиции проведена работа по установлению водителей, которые использовали подложные поддельные документы на транспортные средства. При проверке выясняется, что с такими государственными номерными знаками на территории Российской Федерации таких машин не существует. Только в Кустанае были задержаны три автомобиля Toyota. Два из них популярны сейчас Альфарды. По фактам возбудили уголовные дела по статье изготовления поддельных документов. Машины выдворены на штрафстоянку. В городе Кустанае сотрудниками был задержан водитель автомашины Audi A6 с российскими государственными номерными знаками, за которым числился 32 нарушения по скорости мерам на сумму более 550 тысяч тенге. И в Рудном задержана автомашина марки ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего местного жителя. Автоматическими средствами было зафиксировано 20 совершенных им нарушений правил дорожного движения на сумму 478 тысяч тенге. И на этого водителя составлен административный протокол за управление без страхового полиса. Автомашина выдворена на специализированную стоянку. Правонарушители вручены уведомления о необходимости уплаты административных штрафов. Более подробно обо всем еще описанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущей понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАО в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Продолжаем выпуск. В Костанайской области работает 12 кабинетов планирования семьи. Именно в них, как отмечают чиновники от здравоохранения, семьи могут получить помощь в подготовке женщины к беременности, а также решить вопрос с квотой на ЭКО, если есть на это медицинские показания. В этом году процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли уже больше 250 женщин в Костанайской области. В прошлом году в Костанайской области по официальной информации было зарегистрировано 616 абортов. Больше всего прерывали беременности женщины в Костанайском, Ждегаринском, Федоровском районах и Аркалыке. За 9 месяцев этого года проведено 464 аборта. Причем в Ждегаринском и Федоровском районах наблюдается их снижение. По количеству абортов у нас в принципе, если за, я уже как раз озвучила, 2020 это 613 абортов, ну я думаю это в принципе годовое количество. Если посмотреть за 9 месяцев, это уже 464 аборта, я за последние 3 месяца это количество может быть и не достигнуто до 600, может быть и наоборот, показатели уже уменьшаются у нас. Статистически в принципе в среднем из года в год у нас около 600 женщин. Чиновники о здравоохранении озвучивают еще одни цифры. Это преждевременные роды. В прошлом году они произошли у 738 женщин. Больше всего в Уликольском, Ждегаринском, Костанайском, Сарикольском, Узункольском районах и Лисаковске. В этом году таких фактов уже 556. При этом все больше Костанайских женщин обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям на экстракорпоральное оплодотворение. В этом году в Костанайской области выделено 329 квот. В течение 9 месяцев уже около 250 женщин были направлены на экопланирование. В центре, по-моему, это у нас город Алматы. У нас этим занимается областная больница, в которой находится медико-генетическое отделение, а также окушеры-гинекологи, которые занимаются именно подготовкой документации, рекомендациям этим женщинам для того, чтобы они получили эколу у себя в другом регионе. Управление здравоохранения также отмечает, что в области открытой работают 12 кабинетов планирования семьи, где оказывается информационное обеспечение и консультирование населения по вопросам планирования семьи. Средством и методам контрацепции, здоровому образу жизни и именно здесь женщины могут получить направление на ЭКО за счет государства. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Лисаковской библиотечной системе 55. В день юбилея Лисаковские библиотекари пригласили на праздник самых близких друзей, любителей чтения, и вместе с ними открыли на своей базе Центр досуга молодежи. Но и на этом праздник не закончился. Впервые в Лисаковске в честь юбилея была проведена Библионочь и даже выставка кошек. Мои коллеги расскажут подробности. Звуки дамбры и разноцветные шары Центральная библиотечная система Лисаковска отмечает юбилей – 55 лет. В честь праздника библиотека собрала всех своих друзей. На наш праздник мы пригласили всех тех, с кем мы сотрудничаем. Мы им хотим вручить благодарственные письма. Также приглашены администрация города, депутаты, школы и наши читатели, конечно, любимые, постоянные читатели. Благодарственные письма в честь юбилея Центральной библиотеки были вручены руководителям школ, музея, Совету ветеранов, детской музыкальной и художественной школе и другим организациям, которые на протяжении многих лет помогают в организации различных библиотечных мероприятий. Кроме этого, организаторы праздника специально приурочили к своему юбилею открытие Центра знаний и досуга для молодежи. Мы приобрели ноутбуки для наших потенциальных читателей, затем у них есть возможность как напечатать документ, так и его распечатать, отсканировать. Для этого мы приобрели МФУ, затем можно послушать музыку, наушники, поработать с доской. Мы планируем здесь периодически собираться и обсуждать какие-то важные проблемы. Это очень замечательно, что она открылась именно в библиотеке, так как можно будет сходить и почитать книги, например, или что-то узнать из местной библиотеки. Но на этом праздник не закончился. Впервые в Лисаковске провели «Библионочь». Наших гостей ожидает интересная программа. Программа будет идти с 6 часов до 10 ночи. Каждый зал центральной библиотеки будет задействован. Всех ожидает мастер-класс, тренинг с психологом, выставка кошек, ну и много других сюрпризов. Сегодня у нас «Библионочь». «Библионочь» – это значит что-то ночное, таинственное. Ночь всегда – это загадки, это луна, это все такое несбыточное, страшное, мистическое. Пиковая дама – это я. Я буду гадать на будущее, предсказывать. Конечно, всем пожелаю всего хорошего только. Проводились для посетителей и другие увлекательные мероприятия. Особый интерес вызвал конкурс «Бомонд кошек-2021». В нем приняли участие 9 мурлык со своими хозяевами, которым предстояло не только представить питомца публике, но и отвечать на вопросы. В этом конкурсе в итоге все животные стали победителями. Им вручили вкусные призы и дипломы. А победный педестал заняли бенгальский кот Люк, мейн-кун Хантер и чемпион конкурса – беспородистый бакс. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok